Путин Медведев Встает заре на небосводе Встает наш батальон и механик чем-то недоолен В ремонт машины погружен Механик чем-то недоволен В ремонт машины погружен Лихой башнер кладет снаряды В бою снаряды так нужны Нам дан приказ идти на запад Его мы выполнили должны Вороню ударила полванка Прощай гвардейский экипаж Четыре трупа возле танка Дополнят утренний пейзаж Четыре трупа возле танка Дополнят утренний пейзаж Мотор пламенем пылаю И пашню лижут языки Судьбы я вызов принимаю Простым пожатием руки Судьбы я вызов принимаю Простым пожатием руки Нас извлекут с под обломка Поднимут на руки каркас И залпом башенных орудий В последний путь проводят нас И залпом башенных орудий В последний путь проводят нас И полетят тут телеграммы Родных знакомых извести Что сын их больше не вернется И не приедет погостить Что сын их больше не вернется И не приедет погостить В углу заплачет мать-старушка Снизу смахнет седой отец И, дорогая, не узнает Каков танкисту был конец И, дорогая, не узнает Каков танкисту был конец Будет карточка пылиться Под стопкой пожилотевших книг В танкистской форме При погонах И ей он больше не жених В танкистской форме При погонах И ей он больше не жених По полю танки крохотали Танкисты шли в смертельный бой А молодого лейтенанта Не слиз с пробитой головой А молодого лейтенанта Несли с пробитой головой Впереди полка Я полз в боях Я сам нащупывал цель Я железный слон И ярость моя Глядит смотровую щель Я железный слон И ярость моя Глядит смотровую щель Тра-та-там, тра-та-там Тра-та-та-та-там Я шел, поднимая парад И с автострады Кровавый дым Наматывался на трак И с автострады Кровавый дым Наматывался на трак Я пробил тюрьму И вышел в штаб Пустынный, как новый гроб Я полз по минам Как по вшам Мне доты лупили в лоб Я полз по минам Как по вшам Мне доты лупили в лоб Разъяренный слон Я громил хрусталь Я рвался огнем в прорыв Трещала под траками Дота в сталь И лопалась, как нарыв Трещала под траками Дота в сталь И лопалась, как нарыв Впереди полка Я полз в боях Я сам нащупывал цель Я железный слон И ярость моя Глядит смотровую щель Я железный слон И ярость моя Глядит смотровую щель С танками Все Распрощались с танками На сегодня, по крайней мере Ну пусть они живут Без танков Ни одна война Про танки Ну да А сейчас Я уже докладывал вам Где имел честь служить И начать две песни И с той поры Посвященные имени Этому подразделению Даже три, даже четыре Первая песня Бойцам этого подразделения Посвященная Очень мирная песня Любимую женщину Посвященцы Избился Сейчас, сейчас, сейчас Про женщину обязательно вспомним А, ну да Нелегальная разведка Поэтому все тут нелегально И имена измененные В какой безразличном Стране Заграничной В одном из огромных Чужих городов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон И он же Майор Иванов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон И он же Майор Иванов Чтоб быть в русле жизни Он делает бизнес Он враг коммунизма Он в общем аскет Как все за границей Он ходит молиться А где-то хранится Его партбилет Как все за границей Он ходит молиться А где-то хранится Его партбилет И не за награду И виллу с оградой Нарист каждым утром Тут мистер идет А где-то в Ростове А может в Обскове А может на Волге Семья его ждет А может в Обскове А может в Ростове А может на Волге Семья его ждет И может так статься Что им не дождаться Когда он с работы Вернется домой А просто однажды Придут к ним и скажут Он долг выполняя Погиб как герой А просто однажды Придут к ним и скажут Он долг выполняя Погиб как герой Так в какой безразличных Стране заграничной В одном из огромных Чужих городов Живет неизвестный До срока живет До часа икс Живет мистер Джексон Он Джексон и он же Майор Иванов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон и он же Майор Иванов Ну и Сто тысяч дорог позади И снова далеко-далеко А что там еще впереди Дорога, дорога, дорога А что там еще впереди Дорога, дорога, дорога Ты сердце свое успокои Напрасно, напрасно тревога У нас просто адрес такой Дорога, дорога, дорога У нас просто адрес такой Дорога, дорога, дорога Я выйду живым из огня А если погибну до срока Останется после меня Дорога, дорога, дорога Останется после меня Дорога, дорога, дорога Сто тысяч дорог позади И снова далеко, далеко А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога Продолжаю ту же самую серию От Кабула и до Вашингтона Побродяжничать выпало нам Корабли, самолеты, вагоны То пожары, то вспышки реклам Обними на прощание друга Где увидеться вновь суждено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Расставание не повод для грусти Просто новых событий виток И речное не высохнет устье Если будет надежен исток И за гранью полярного круга И в пустыне, где все сожжено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Наши женщины пусть не стареют Дожидаясь нас с дальних дорог А друзья, даже если сидеют То не позже, не раньше, а в срок И пока что гитара подруга С неуемной душой заодно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Из речей молчаливо прощание Пусть удача поможет ему Вот уходит твой друг на задание Был бы легче идти самому Будет утро туманное раннее И грачи на их сумятица стай Вот уходит твой друг на задание Ты удачи ему пожелай Пожелай ему точного выброса Струп надежность и верный расчет И с трясиной болотистой И с трясиной болотистой выбраться Если ветер туда занесет Совершить, что задумано ранее Что на карты штабные легло Вот уходит твой друг на задание Пожелай, чтоб ему повезло Не в сражениях незримых, невидимых На фронтах необъявленных войн Пусть свинец его минет стремительный И победой закончится бой Пусть вернется ветрами Овеянный, закаленный в огне и в дыму Друг надежный, товарищ проверенный Пожелай возвращения ему А на завтра звонки телефонные Поздней ночью поднимут тебя И помчится машина разгонная По проспектам, которые спят Пусть судьбы не предскажешь заранее Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам на прощание До свидания, мы встретимся, друг Пусть судьбы не предскажешь заранее Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам на прощание До свидания, мы встретимся, друг Спасибо. Мировая нам не тогда и не сейчас абсолютно была не нужна. Поэтому песни Анны к юбилею писала, к юбилею Дня Победы. Две песни, вы их легко узнаете, потому что мотив у них известный, старый, хорошие песни. Но вот у меня такая дурацкая привычка, брать хорошие песни и коверкать их. Ну вот так просто, ну первая, значит, песня. Не скалы настоящие украшают наш дом. На снарядные ящики плащ-палатку кладем. По ста грамм нам положено фронтовой наш паек. Вот и банка порожья, наливай-ка в проток. За сторонку, за русскую, выпьем этот бокал. С той нехитрой закускою, что союзник прислал. За землянку уютную, фонаря огонем. За машину попутную, что идет на восток. Выпьем мы за товарищей, за друзей боевых, Что прошли сквозь пожарища и остались в живых. А за тех, что не дожили, Пав в жестоком бою, Молча мы, как положено, Выпьем водку свою. А за тех, что не дожили, Пав в жестоком бою, Молча мы, как положено, Выпьем водку свою. Мы вернемся счастливыми, Кончив долгий поход, Будут девушки милые Нас встречать у ворот. И что было загадано, Пусть исполнится в срок, Пусть горит за туманами Дорогой огонек. И что было загадано, Пусть исполнится в срок, Пусть горит за туманами Золотой огонек. Местолы настоящие Украшают наш дом. На снарядные ящики Плащ-палатку кладем. За землянку уютную Фонаря огонек, За машину попутную Наливай-ка, браток. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Президент. Она называется слоно земляки. Ну, земляки-то не мои, Я в Москве родился, Но я давно живу там, В Луховицах, Рядом Коломна, Где у меня много... Огурцы были, Нет огурцов уже. Как памятник поставили, Огурец кривой на бочке сидит, Все, огурцов в Луховицах нет. Теперь гибриды, Потому что не надо таких расходов, Их скупают тут азеры, Которые туда приезжают, И у бабок у этих, Которые... Ну, в общем, нет огурца. Все. У нас еда, Как памятник поставить, Значит, того нет уже. И человек исчезнет. Вот памятники, смотрите. Да, больше ничего не надо. А были японьки, В Луховицкие огурчики. Игорь, огурцы там есть? Нет там у Луховицких огурцов. Огурцов полно, Но это не у Луховицких огурец. Нету там. Клянусь, нету там огурцов. Я же помню их вкус. Ну, может быть, Отдельный взяток, Но так оптово, Когда вот от Луховиц до Москвы По Рязанке огурцами Луховицким было завалено все, Васильевский. Памятник-то есть, Дальше огурцы есть. Там было интереснее, Там почему знали? Памятник поставили лет пять назад, Там была такая забавная картинка, Я фотографирую, У меня есть. Значит, Там стоял на перекрестке В Луховицком бочку Поставили здоровую там, В Чайский рост. Такой же огурец такой, Малосольный или соленый, Не важно, Не поймешь какой. Но через дорогу Стоял память Пушкина, Стоял вот так вот Пушкин С похмельной физиономией, Глядел через дорогу, Там поток пешком не пройдешь. На эту бочку с рассолом, С малосольным огурцом. Сейчас Пушкина убрали, Поставили там Макдональдс, А Пушкина тащили куда-то там далеко. Да, Макдональдс, Куда никто не ходит там. Ну огурцы по Поплату, Может быть, да, Еще выращивают. Но так их долго. Там же на привозной воде, На навозе выращивают. Сейчас ни того, ни другого нету, Поэтому гибриды быстро. А гибриды привезли откуда-то там, С Востока, Там они быстро. Вот правильно. А эти, Но когда солили тогда огурцы Луховицка, Они взрывались, А эти рвутся вот, Лошаря. Но не важно, Не бог делал. Дело в том, Что земляки там, У меня предки лежат, Отец там похоронен. Я там лягу, На дофамильном кладбище, Там у нас такое. И земляки у меня теперь там. Хотя, я говорю, Я там уже 60 лет живу в Москве. Я считаю, что земляки. Тяжелая судьба У артиллерийского училища, Коломенского, Знаете, Все героическое училище, Ускоренные курсы, Под немецкие танки, С гранатами, Потому что пушки не было, Стреляли, Ложились они. Расформировали. Табуреткины, До него еще это началось. Расформировали все это. Никому не нужна артиллерия, Десантный факультет был. Военно-морской там, Морская приведет. Артиллерия нужна везде. Теперь ничего нет, Остался союз десантников там, Местный. Но земляки остались, Все живущие там. Очень много афганцев в городе Коломен. С одним из них, Председателем, В Афганистане, Он в одном полку, А я везти как-то рядом. Мы там земляки И по афгану еще оказались. Так что вот, Песня, Ко дню победы написана, Называют земляки. Или возвращение. Ну поймете, Вот ждал бы кто, И стоило, Чтобы возвращаться. Живым еще лучше возвратиться. Но если никто тебя дома не ждет, Уже это, конечно, Не партия, Не правительство, Откидли мы, Любые, Любые, Дорогие, Близкие люди. И это не ждали. И перфугались, Когда мы вернулись От такого большого количества. Поэтому это вот самое главное, Что бы ждали. Такая песня. Обниму я березу руками, Припаду к белоснежной коре. Я так долго топтал сапогами, Пыли пепел дорог на войне. Обниму я березу родную, С незажившим рубцом на стволе. В сорок первом ты встретила пулю, Что была предназначена мне. А там, где мой дом, Там, где мой дом, Скоро сирень Зацветет в палисаде. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Помнят ли там О солдате? Автоват, Запыленный в походах, Снял с плеча, Положу на земле, И лицо От соленого пота Я отмою в студенном ключе. Я дошел От Москвы до Берлина, Я до Эльбы дошел, Атаки И в огне Прикрывали мне спину Дорогие мои земляки. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Скоро сирень Зацветет в палисаде. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Помнят ли там О солдате? Вот стою На зеленой опушке Надо мною Звенит тишина. Не грохочут Ни танки, Ни пушки, И закончилась Эта война. А за рощей Раскинулись дали С непокрытой Стою головой. На груди моей Пара медалей Орден славы И шрам пулевой. А там, где мой дом, Там, где мой дом, Скоро сирень Разцветет в палисаде. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Помнят ли там О солдате? Там, где мой дом, Там, где мой дом, Берешь, И грустя О солдате. Я с вашим решением Старые песни, Они, Я всегда говорю, Что я переделаю, Я же говорил о том, Что люблю там все, Что не запомнил, То дописывать. Старые военные песни С Афганистана. Она очень, Это на те песни, Толк, которые я очень любил. Отец мой привез Трофейный баян-аккордеон, Играть он там Без басов, Чего-то, да, Но он эти песни пел. Они на пластинке В исполнении Утесово были, Тогда крутился патефон, Тоже трофейный, Во дворе на Таганке Все собирались, Там, слушали песни, Подвойные песни. Но вот эта песня Переделка понятна. Это называлась Песенка фронтового шофера Там, на войне, На Большой Великой Отечественной. Не, пока я не буду. Сейчас попозже. Поставь, пожалуйста, Я подогнал. Спасибо. Ну, а там Афган, Там колонны. Такая же, в общем-то, Мотота, как и у водителя. Не знаешь, где взорвется, Где тебя вообще. Будет ли чего, Похоронить какие-нибудь, Чего-то. Ноги отрежут, Жуки отрежут. Ну, это страшная вещь. Я бы памятник поставил Не так, как ставили обелиски Там вдоль дороги. Скаты сгоревшие, Камазы. А, кстати, У Калинкина, Где он убежал, Калинкин? У него есть замечательная песня «Звадцать колонны идёт». Вот я не успел попросить, Петя, он ушёл. Это про организм, Это про колонны. Про тот подвиг, Совершённый водителем. Ну, а это вот такая же песня. Через перевалы и долины Сквозь огонь снарядов и гранат Мы вели колонны Вдоль по горным склонам От кунтуза и на фейзопатых Путь дороги Афганистана Сквозь огонь и засады душманов А помирать нам рановато Есть у нас ещё дома дела А помирать нам рановато Есть у нас ещё дома дела Путь до Фейзобада, между прочим Был друзья нелёгок и нескор Шли два дня, две ночи Трудно было очень Но водитель не глушил мотор Эх, путь дороги Афганистана Сквозь огонь и засада душманов А помирать нам рановато Есть у нас ещё дома дела А помирать нам рановато Есть у нас ещё дома дела Может быть в Союзе Неким лицом Эти песни будут не в намёк Но не позабудем Если живы будем Мы афганских выжженных дорог Эх, путь дороги Афганистана Да не страшны нам засады душманов Ведь помирать нам рановато Есть у нас ещё дома дела А помирать нам рановато Есть у нас ещё дома дела Спасибо Ну и такая сеть про водителей Вот с великим уважением к этим людям Которые, почему, и были смертниками На двух колоннах я был Видел сам, что это такое Это Видел Ну вот представляете, кто на колоннах ходил Кроме механика-водителя Вот БТР, там, БМД Кроме механика На КамАЗ деваться некуда Там сидит, водила Эти бронжилеты Навешанные на дверс не помогают Прошивают их насквозь А на бронетранспортерах Сидят все пьяные У офицеров У них всегда есть водка или спирт А что у солдата? Ну она шита, да? Когда говорят мне Говорили генерал Все вернулись Наркоманы оттуда И мародеры Я говорю Наркоманы Почему? Ну нету промедола у солдат У офицеров у нас Спецназ Не был промедол Зато он был 150 штук Ампул с морфи У меня И она не метряса И ждал ее В кабулку А приехал Врачу нашему И тот был рядом Не знаю Куда они потом делись А промедол Ну не заходил до нас промедол Какой промедол? Водка А солдат вот так 5 километров скорость Движения Он сидит одуревший от жары И у него впереди ползет трал Полминный Потом идут собаки Сапер А фугас-то не найдешь В этом упаковке Вот такой И где под кем рванет Неизвестно Поэтому Иди с надеждой на вертолетчиков Которые успеют вовремя Задавить эту засаду Еще что-нибудь Небесные князья Вертолетов Лучшие братья были Все там летал На вертолетах И ползал Ну, низкий поклон Вот про вертолетчик На мотив тоже Широкой звездной песни Высос, когда не было Времени мотиву писать Просто нам нужны были слова Здесь вам не равнина Здесь климат иной Здесь горы вершины И солнечный зной И медленно по серпантину Колона ползет Опять засада А ну держись Дешевле копейки стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Опять засада А ну держись Дешевле копейки Стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Броня БТР Раскалена Ему недолгая жизнь дана До первой мины До первой РПГ А ты не машина Ты человек Глядит в 14-й век Тебе в лицо Сквозь прицел КПВТ А ты не машина Ты человек Глядит в 14-й век Тебе в лицо Сквозь прицел КПВТ Гудит под пулями броня Пытает смерть Достать тебя Ты ей ни раз Ни два В глаза глядел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром И вой душман И землю пробили Десятки огненных стрел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром И вой душман И землю пробили Десятки огненных стрел Знакомый рок А ты в уши бьет Над нами боевой вертолет А ну-ка теперь посмотрим Чья возьмет Пускай ты летчик А не Бог Больше Бога Ты сделать смог Спасибо, дружище За нами не пропадет Пускай ты летчик А не Бог Больше Бога Ты сделать смог Спасибо, дружище За нами не пропадет Мы тоже выручим Не раз тебя Как ты сегодня нас И выпьем не раз За дружеским столом С тобой за тех Кто не дожил Кто не допел Не долюбил И никогда не забудем Мы о ком С тобой за тех Кто не дожил Кто не допел Не долюбил И никогда не забудем Мы о ком Здесь на войне Как на войне Здесь дружба ценится Вот войне А потому За дружбу второй бокал За нас с тобой За дом родной За этот день За этот бой И даже черт с ним За этот Афганистан Всем поаплодируй просто, без вертолета. Ни медицины нет, ничего нет. И войны нет без вертолета. Ура! 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 Ну вот и песня про вертолетчиков еще. У меня побратим был, погиб, Вадим Бурага, правый с восьмерки, старший лейтенант. Эта песня была написана в «Новогоднюю ночь» 82-83 года на боевых листах. Все перепились, но я написал только в середине. Вот, к сожалению, оказалось, как бы, там некоторые слова. И в том же году он погиб, сгорел живьем при постановке «Мин с воздуха», ну, вместе с КМС. Вот опять летим мы на задание, Режут небо кромки лопастей. А внизу страна Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. А внизу страна Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. И не верь, спокойствие ты вечное Вот уже к тебе под облака. Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы до шикан. И кому судьба какая в выпаде Предсказать заранее не берись. Нам не всем ракетой Алый высветят Право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракетой Алый высветят Право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества И о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества Даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание Режет небо громким опастей. И опять земля Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. И опять земля Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. Его не пускали в союз. Он в полку. Скадриле не пускали в союз. Долго-долго. Он еще в сроке перелетал. Потому что он замполитого полка морду набил. Он такой решительный был. Человек. И вы к полетам не допускали. Еще куда-то. Не-не-не. Блистер. Паша был. Блистер. Он совершил то, что от него не ожидали. Он вперед нас поехал в отпуск. И на Новый год уже знал адреса. Приехал на Новый год. И наши жены, пять человек, друзья, там были. Получили поздравления. От нас в телеграмму получили поздравительные. Они обалдели. А Пашка молчал, пока не вернулся. Он просто сам. Понимаете, когда сам не пишешь, письма не идут. А он туда. Это уже телеграмма. Под Новый год прям. Потом выпустили. После того, как командиру Ижбата морду набил. Там капитально. Причем так. Зуб у него такой. Он нарывал долго рука у Пашки, что он там. Летать когда уже выпустили. Он просто не мог просто. Но потом ничем. У меня Муза Мазбе все. Здоровый был такой сибиряк. Начинают. Все песни об этом. Называют письмо другу вертолетчику. Из города Файзабада в город Кундуз, где центр зоны был. Ну а дальше все понятно. Замов моих звали Васи и Юра. По диверсии и по контрразведке. Мы... И был какой-то праздник, по-моему. Октябрьский, что ли. Был снег уже. Ничего не летало. Водка кончилась давно. Самогон еще не гнали. Брагу я сам расстрелял солдат, чтобы не построили себе все из автомата. Они плакали, рыдали, потому что я стрелял. Говорят, не так, командир, стреляешь? Столитровая армейская фляга, там браг. Когда я нашел, я сверху отдал там. То есть дырки, три штуки сверху, три с него донышко. Все вытекло нафиг. Он говорит, только стрелял бы горизонтально. Говорят, командир, там и литр двадцать еще осталось. Ничего не было. Ну да, протирать там еще скажи. Там чего не было. Брага. У меня был печальный опыт. Они из-за рыка воды на строй поставили брагу. Потом кровью все висит. Там не на столом будет сказано. Весь туалет уделали. Едем. Вытащили. Понимаю. Вообще ничего не было. Ничего. Непрофессионалы. До полка нет на чем ехать. Бензина там. Нет, как всегда. Не завели в полку. Женщин тоже двенадцать километров. Они же в полку. Вот три сидят. Там тридцать бойцов. И ему три офицера, значит. И я пишу письмо Пашке. И жду. Если он его допустит с полетом, он прилетит и точно привезет водки из кундуза. Приедет сам. Бензин наскребем. На Б3 привезу ее на виллу. И мы там. А не водка. Вот экспир всегда там. Шасси. Красивое название. Против обледенительной жидкости. Килограммами мерилось. Вот все это вот. Ну, колпаки там. Чтобы не леденеть. На, вот такое письмо. Ну, это тоже, вы знаете. Это письмо сельхозтехники Вышоцкого. Мотив такой. Здравствуй, Паша, милый друг. Мы из Бадакшана. По первых строках письма. Всем вам шлем привет. Здесь у нас зима вокруг. Мерзнут, аж душманы. И вот уже две недели вертолетов нет. Даже праздники прошли как-то не по-русски. Ну, чаю выпили ведро и дремать пошли. Но ты представь только себе целый стол закуски. Но не то, что водки, браги не нашли. К сожалению, снег занес. Горы и долины. А то б мы сгоняли в Пакистан, взяли в Кишмиша. Но бензин у нас здесь всяк. И стоят машины. И даже на Майдоне нету ни шиша. Вася снова занемог. Не встает с кровати. По ночам в бреду орет. Братцы, бросим пить. Да уж, парень, приезжай в гости. Бога ради. И спирт привози. Может, хоть с тобою бросит он дуреть. Ну, что о женщинах сказать. Мы их не видали. Их в полку ты знаешь сам. Явный недовоз. Не сказавшему без них. Уж очень мы скучали. Но здесь сырепствует болезнь. Сперматоксикоз. Паш, как твоя рука? Зажила, наверное. Видно, зуб отравлен был, Что в него попал. У кого другого б в раз началась гангрена. Но это ж радость для всех нас, Что ты такой амбал. Скажи, допущен ли снова ты к полетам? И еще сбирался ты съездить в СССР. Не отпустит, приезжай. Да черстим с вертолетом. Мы тебе подарим здесь новый БТР. Я пока письмо писал, Вась пробудился. Прочитал и стал вопить хуже, чем вчера. Мол, зачем конкретные, называю лица. Мол, внебрачных связей нету в дыра. Так что строчки про любовь мне пришлось замазать. Но ты привет там передай, Знаешь сам кому. Надоест вот по горам под Ошанским лазать, Причем тогда уж сам лично обниму. Юра тоже стал читать, писать. Мол, привет, ребята. И такое написал, хрен что разберешь. В общем, мне за нас двоих отдуваться надо. Но он теперь непьющий человек. Чего с него возьмешь? Что ж, до встречи, мужики, закругляться надо. Скорый вечер и в горах начали стрелять. Еще раз большой привет всем из Фейзобада. До свидания. Идем, службу проверяем. В новогоднюю ночь, когда было написано «Летим на задание», Там бы еще одну написал песню. Правда, дописывать уже пришло. Бумага привез с собой, дописывать здесь. Это вальс. Называется вальс четвертого года войны. Тоже вертолетчиком. И нам. Мы там праздновали этот Новый год вместе с вертолетом. Гиви. Вообще-то его Гиви звали. Хотя и Володя Соловьев фамилия была. Там борттехник. Он нарядился в парашют. Приклеил в мочалке борду такую челму. Намотал из того же парашюта. Комульток такой метр два шестигранный ствол. Там этот древний четырнадцатый век нацепил. На шею повесил новые ботинки. Выдали летные только-только. И в такой меня пьяного стал будить. Там инжибио. Там духи. Я пистолет. Пистолет меня забрали. Посмотрю, кто это такой чучело стоит. А это Гиви. Потом фотографировали все это. Остались фотографии. Но. И на счастье наше приехала прозащица военторга. Ничего не летает. Настал. Звали Людмила. Мастер спорта по лыжам. Но красивее ни до кого не было у нас. И не видели мы никого. Так что пока не устал, не танцевали до упада. Вот такой вальс в топоя пока писал на салфетках вальсом. На боевых лесках. Звучит случайный вальс. Звучит случайный вальс. Песня. Над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый Дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у песка. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у песка. С гвоздя гитару снял уставый вертолётчик, настроил в унисон с аккордами души. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца звёзды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца звёзды закружил. Плывёт, качаясь вальс над древними горами, не ведая, не слушая войны, не ведая границ. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, планету в звуках фальши, кончающийся год не зарастёт пыльём. Играй, пилот, играй на то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоём. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Полоносит тревог, спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далёко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоём. Так скажи я хоть слову, сам не знаю о чём. Не слыша небесом, крошится снег над крышей. Затянув облака, афганский небосвод. Звучит случайный вальс от модуля предикшен. И под его мотив приходит Новый Год. Значит, операции, в которых доводилось участвовать, обе почти одному непонятному стремлению и желанию захватить лазеритовое месторождение. Там на перевале между Пакистаном и Афганистаном шахрону Мунжон называл. Перевал Курона-Мунжон, а там было, значит, большие. Лучший лазерит в мире, лучший нет. У нас немножечко было где-то в Узбекистане, но это не тот совсем. Тот стоил 3000 долларов в килограмм. Это такой камень, цвет такой, тёмный, синий. Ну, второй, третий сорт, похоже, видит, Пепс написан, вот такой с прожилками, да? Светлый, с прожилками белыми, там ещё. Вот, на Пепси-Кону внизу, да, вот там, на том. А если золотыми вкраплениями, ну, вот тут 3 килограмма. Там на четвереньках, как там у нас фильм пока про царскую Россию, добывали местные этот лазерит под приглядом французских инженеров, тащили всё это в Пакистан, там продавали. Да не надо, тут не все служили, не надо этого. Ну. Нет, ну не надо переключить, потом, сейчас кончите концерт, потом найдёте. Нет, ну ты же не видишь лицо своих дополчан. Нет, просто половая половина не служили в Афганистане, там, так что, даже больше. А вот. Мы захватили войска наши доблести, захватили этот перевал, взяли этот лазеритый месторождение, через полгода отдали его опять туда. И он в 88-м году был второй раз, в 88-м, он всё был, как и был там. Всё время таскали, единственный штаб героического и шоссеятого полка, командир Арутюня, он взял, выложил, вот, 4 на 4, перед штабом лазеритом этим, 3 тысячи долларов в килограмм продавали, потом на эти доллары покупали оружие, у нас же, в Советском Союзе, на автоматы новенькие брали калаши, прямо с завода, и духом отдавали мятежникам. Вот такой вот парадокс войны. Он обложил такую площадку, и все ему там, по утрам доклада, отдавали выходил, пока не приехал зам по вооружению Туркво, генерал-майор, ещё толще посмотрел, это что такое? Сложил в 10 мешков и ввёл с собой там всё это дело. Вот лазерит, значит, там, ну, первая такая песенка. По первым впечатлениям... А? Кого, Арутюняна? Да он военком Армении, был военком, а сейчас министр обороны, был, по крайней мере, 3 года назад. Кто, что он посадил, он же Арутюнян, ты чё, в Армении тем более. Он же... Да, ну, я не знаю, лазерит увезли, но вертолётчики успели пепельц наделать, вазочек наточить, солдаты тоже туда. Ну, лазеритом было всё завалено. А меня не было, в этот момент был мой зам по диверсиям, один оставался, с тоски большой, расстрелял все эти фотографии пакистанских матерей с детьми, просто женщин красивый платье, это нечего делать, из Макара. И начал писать в СМО в ЦК, предлагая этим лазеритом вымыслить одну из станций новых, московского метро. Я вернул, мне в Кабулю, ты там иди скорее, я цвихнулся, это замк, замк, это одиночество. А он на полном серьезе. Ну, не важно, вот первое впечатление, когда уже остыли, ну, через два дня после всего это написано. Поэтому песня стала... Катюш, приветствую. Вот замечательно красивая, доблестная подруга и один раз от нашего вечера, это жена Миши Калинкина. Катя. Ты пришла, можешь забирать? Мне отдадите. Так, скоро. Так вот, это первое. Она хулиганская песня, значит, такая. А второе, потом, поэту, в октору, после войны пришло размышление обо всем вот этом. Дыра, много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон, Лазурита там навалом, А еще басмачи, нам их надо выбивать, Басмачи, Афганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, Басмачи, Афганов, вашу мать. Там душванский отряд под командой у Гулдода, А у них говорят, да жигай минометы, Только нам, Парванист, нам на это наплевать, Перевал до шика твоего вагана, мать. Только нам, Парванист, нам на это наплевать, До шика твоего вагана, мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, Лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, Перевал твоего вагана, мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, Перевал твоего вагана, мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, Водка нас не берет, так что молча пьем запавших, Но зато Лазурита Пакистану не видать, Пакистан твоего вагана, мать. Но зато Лазурита Пакистану не видать, Пакистан твоего вагана, мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, Мы захватим с собой по кусочку Лазурита, Чтобы вспомнив, как было, со смешкой мог сказать, Лазурит твоего вагана, мать. Чтобы вспомнив, как было, со смешкой мог сказать, Лазурит твоего вагана, мать. Ну, это сразу, и там, в Афганистане. Была потом, про ту же самую операцию, несколько лет спустя, после Афганистана, уже здесь. Просто уже как бы сверху, извините, издалека, а не сверху, всю эту ситуацию разглядывая, теперь вот стало, как-то, когда я еще это вспомнил, тогда, и не очень весело это мне стало после. Вот песня под таким впечатлением написана. Перевал Карамунжон ищет на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло, зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло, зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон, лазуритовые шахты, крованная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, ведут частные к другу и к врагу. Перевал Карамунжон, здесь веками тихо-тихо, пока катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Были звания ордена, были звезды на погонах, но мне этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас, на камнях Карамунжона, только в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас, на камнях Карамунжона Столько в памяти невылеченных ран А перевал Карамунжон не ищи на карте мира На двухсотке он пунктиром тонким дан Только птицам виден он, что уходят легкокрыла Зимовать на сопредельный Пакистан Только птицам виден он, что уходят легкокрыла Зимовать на сопредельный Пакистан Песня начинается с пути А это же не военная Да ладно, там Не оттуда хватило Да в прошлый раз ты там по просьбе трудящий пытался петь Но я эту песню начал ненавидеть сам Вообще, не люблю я песню Не надо рассказывать, пой Еще чуть-чуть я не перестану батальонную разведку Потому что... Давай, давай я другую песню Переволощены, то засады, то мины Словно загнанный дышит мотор Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор Под колесами камень, не шути с тормозами Ты ведь все же КамАЗ, а не танк Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин Да не выпустил Пашку Саланг Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин Да не выпустил Пашку Саланг Где нас только с тобою не мотало войною Мой пропавший соляркой собрат На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израненый пулями скат На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израненый пулями скат Мы во всех переделках Не дорожали в коленках Приценили отчаянный риск Нет не бога, ни чёрта Только сдавит АОРТУ Промелькнувшие в пыли обелись Нет не бога, ни чёрта Только сдавит АОРТУ Промелькнувший в пыли обелись Он за тем поворотом непонятное что-то Стегануло по скалам гортечь Но не выдай, родимый, нам еще для любимой Надо жиль и надежду сберечь Но не выдай, родимый, нам еще для любимой Надо жиль и надежду сберечь Да нас цветами встречали и фугасами рвали Было дело, хлебнули чудес Ковыляет бетонка, то гордес, то зеленка То зеленка, то снова гордес Ковыляет бетонка, то гордес, то зеленка То зеленка, то снова гордес Перевалы лощины, то засады, то мины Словно загнанный дышит мотор Раскаленные ветры и ползут километры Среди афганских стреляющих гор Раскаленные ветры и ползут километры Среди афганских стреляющих гор И еще, с вашего решения, я последнюю песню пою для замечательных коллег и товарищей «Не-не, не уходим». Она посещена самому большому, называется «Последний каскадер». «Последний каскадер» вышел из Афганистана, каскада четвертого, это не название отряда, это название операции. Чикистская войсковая операция, это называемая оперативно-войсковая. «Последний каскадер, который покинул, где они были с самого начала, ребята там, потом назывались «Вымпелы», потом «Одельчемный центр», прямо со штурма, даже еще раньше были до штурма, дворца Амин, а это был последний. Я спою, потому что у нас вывелись мы в 83-м году, четвертый каскад прекратил существование, как бы его подразделение, несмотря на просьбу Индира Ганде на северную провинцию назад отправить. Но тут разведка, первое главное управление, решила, что там рай, и послали туда их. Не надо там было стрелять, ничего. Сына Ганди убили, шофера, потом Ганди саму убили. Вот так работала внешняя разведка. Без управления силового С, ничего, никаких президентов не умирал, не погибал, никого не расстреляли. Вот поэтому «Последний каскадер». Песня грустная на самом деле. Вот и все, закончена работа Идет среди афганских гор Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер Без брони идет, без автомата Весь багаж, рюкзак, да чемодан Парень из четвертого каскада Покидается мартовский афган Парень из последнего каскада Покидает мартовский афган По Кабульскому аэродрому Он идет, не чувствуя весны За четыре тысячи версток дома И за двести метров от войны Он почти утрап оглянется Остановится и на момент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Может, нет для радости причины А может, просто до смерти устал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал И когда, прервав минуту эту Дружески махнет ему пилот Он щелчком отбросив сигарету Не спеша поднимется на борт Он щелчком отбросив сигарету Не спеша поднимется на борт И подрев турбин родного ила Боевых традиций не забыв Он сбор техникам по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв Впереди знаете, как водка пьют, да? Вот самолет начинает, а ты уже налил стакан И держишь вот это, просто открывай И когда он начинает подниматься, вот так вот Тебя там ничего не надо делать Тебя туда заливается просто За отрыв носового колеса Он сбор техникам по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв И уже под мирный гул моторов По дорогу к доме и весне Будет спать и видеть сны, которых Никогда не видел на войне Будет спать и видеть сны, которых Никогда не видел на войне Будут в них и рейды, и засады БТР, дышащий горячо И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще Тут блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще Будут снах у каскадера горы Весь дымох Айберский перевал Не будите, люди, каскадера Он свою войну отвоевал Не будите, люди, каскадера Он свою войну отвоевал Мы все ребята свою войну отвоевали Живы За тех, кто ушел, мы выпьем Давайте выпьем за тех, кто жив За нас И за таких сотни и сотни тысяч И не важно, какая это была война Печенская, Афганская Абсолютно нет Все мы были, были народ служивый Служили, выполняли приказы Сразу Дорогие друзья